Эх, я крутой детектив, снова в деле. Опа. Я вижу, ты не поставил лайк. Хммм. Значит, придётся посадить тебя в тюрьму. Я достаточно крут, ребята? Наверное, нет, поэтому сниму это всё с себя. Короче, всем привет, меня зовут Рома, компот, и добро пожаловать на моё новое видео. Сегодня я устроился на работу детективом, очки крутости детектива мне не помогли, мне ничего не помогло, даже пиджак крутости детектива мне тоже не помог. Поэтому всё будем действовать, так сказать, своими силами. Поехали. Итак, мы проходим карту. Карту детектив в деревне жителей. Кто-то совершил преступление в деревне жителей, и мы это расследуем обязательно. Поехали. О, привет, я тебя знаю, ты детектив и оказался в странной деревне. Тут часто происходят убийства, расследуй дело, встань на следующую плиту, чтобы продолжить проходить карту. Я понял, мы сегодня крутой детектив. Ой, я точнее хотел сказать, я хотел сказать, мы сегодня крутой детектив. По-настоящему крутой детектив, но в очках играть мне неудобно, поэтому пошли в жопу. Собственно, идём дальше. Вот мы, собственно, в этой деревне, в которой постоянно происходят убийства. Так, вот это вот действительно странно, сегодня мы это обязательно расследуем. Поехали. Так, табличка указывает нам туда. Хорошо. Я детектив, я очень крут. Ух, как я крут. Так, церковь один в дом. Опа, нам нужно зайти в дом. Поехали. Что тут у нас? Капли крови, отведа нет и житель. Ну-ка, давайте-ка зададим ему вопрос. Компот. Ууу, я в шоке. Я пришёл домой и увидел кровь в моём доме. И головы. А где головы, я не понял. А, оооо. Головы. Что ж теперь делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Эй, помоги мне, пожалуйста. Ведь ты поможешь? Хммм. Да, давай помогу, пожалуй. Ура, спасибо большое. Зайди в церковь и обсуди дело у православных. Хорошо. Без проблем. К православным пойдёмте. Церковь один. Заходим. И тут тоже у нас ответ. Не пойду и пойду. Опа. Житель православный. Приветствую вас, батюшка. Итак, читаем. Компот. Надеюсь, тебя послал тот чувак по соседству. Если да, то ты ко мне. Тут одно дело по убийстве. Ты должен пройти и узнать тот же убийца. Я так думаю, убийца живёт в доме 9. Я должен обведать дом. Потом ты пойдёшь в церковь 2. Ведь в то время, когда ты придёшь в доме 9, эта церковь будет не работать. Я тебя понял. Хорошо. Я пойду. Молодец. Спасибо. Направляйся в 9 дом. Найди его. Все дома пронумерованы. Хорошо. Без проблем. Я детектив. Я сам знал, что все дома пронумерованы. Потому что я профессионал. Я детектив. Так. Где же, где же? Ну-ка. Вы чуете это? Я чую этого убийцу. Ёх, как я его чую. Так. Дом 9. Где же у нас дом 9? Вот церковь номер 2. Кстати, в которую мы потом пойдём. Но нам сначала нужно в дом номер 9. И это вот. Отлично. Вот он. Дом номер 9. Опа. Голова, кровь. А чё это у нас такое, житель? Ну-ка, давайте побеседуем с вами. Ага. Убийца попался. Всё. Улики прямо тут. Вы арестованы. Поняли, житель? Так, а чё он нам в ответ чё скажет? Ну-ка, давай, отвечай. Я сказал, отвечай. О, отлично. Во-первых, об убийстве я ничего не знаю. Во-вторых, голова и красная штука на полу — это краски и манекены. Я художник. В-третьих, валите из моего дома — это моя собственность. То есть это манекены и краски? Ага, конечно. Так я тебе и поверил. Нет, я тут останусь, пожалуй. Я сейчас полицию вызову. Быстро проваливай. Ну, вообще-то я есть полиция. Ну, ладно, всё, простите, ухожу. Так, окей, если это художник, значит, он не убийца. Хотя, глупо снимать с него все подозрения. Возможно, он убийца. Возможно, мне придётся найти свои очки крутости. Одену я свои очки крутости. Поехали дальше. Церковь номер два. Эй, всем стоять, я крутой детектив. Так, первая плита, двиньтесь направо, вторая, третья плита. Поехали. Задаём вопросы. Привет, я знаю, что ты патриарх Джонни. Рассказывай, как прошло расследование. Так. Ну, мне наврали, оказывается, там живёт художник. Да, кстати, меня обманули. Поехали дальше. Ну, бывает, люди ошибаются. Извини, тогда спрашиваю в домах людей об убийстве. Я обязательно это спрошу у них. И, господи, как же неудобно сидеть в солнцезащитных очках. Всё, не буду больше у них сидеть. Поехали дальше. Давайте, например, зайдём в дом номер пять. И, опа, здравствуйте. Извините, что ворвался к вам в дом. Вы знаете что-то об убийстве? Я про него ничего не знаю. Ну, ладно, ничего не знаешь. Мальчик подозрительный. Ты мне не нравишься. Я буду следить за тобой до конца твоих дней. Поехали дальше. Собственно, дом номер восемь. Тут... Ё-моё, тут опять кровь и черепа. Слушайте, а убийца так неплохо уже поорудовал. Я его обязательно поймаю. Я съем его. Ну, ладно. Это, конечно, уже слишком жёстко. Тут опять кровь. Странно-странно-странно это всё, конечно. Да. Дом двенадцать. Так, тут тоже кровь. Ё-моё, он что всех переубивал, пока я тут хотел расследовал? И тут в доме одиннадцать тоже никого нету. И мне это... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как не нравится. Так, поехали сюда. Тут у нас следующий домик. Это у нас дом тринадцать. Так, тут у нас плита, опять кровь и всё такое. Убийца настолько всех убил, что почти во всех домах пусто. Кстати, с ним я согласен полностью. Да, он действительно всех переубивал. Дом четырнадцать. Заходим сюда. Тоже пусто. Ну ладно, хорошо. Зайдём вот сюда. Дом пятнадцать. Опа, а тут житель. Здравствуйте, компот. Привет, житель. Привет, да. Знаете ли вы что-нибудь об убийстве? Ну, 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 чё молчишь? Давай говори. Знаю, в соседней деревне только об этом и говорят. Садись в электришку и... Так, минуточку пропадает чат. И проведайте моего друга Марвина. Ух ты, интересный, интересный чувак. В сундуке там есть билет. Отлично, в сундуке есть билет. Так, билет на электришку, место четыре. Всё, спасибо за участие в расследовании. Я обязательно прислушиваюсь к тебе. Так, где у нас электричка? Мы должны сесть с вами на электричку и поехать. Так, 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 так. Это у нас железнодорожный вокзал. Вот, электричка во вторую деревню. Слушайте, по-хорошему бы я бы пошёл выспаться, но нет, нет, я ведь крутой детектив. Я надеваю свои очки и отправляюсь в следующую деревню. Погнали. Блин, ночью ничего не видно в самозащитных очках, но я крутой, я крутой. Вторая деревня, поехали. Место номер у нас какое? Место номер четыре. По сути, у нас оно где-то здесь находится. И да, вот, отлично это место. Встаём и отлично. Отлично, мы в новой деревне. Я снимаю очки, я опять обычный человек. Так, а вот вы уже с первую во вторую деревню приехали. Тут новые квесты, прохождение и сюжет. Первым делом найдите Марвина и его кузницу. Так, кузницу. Нам сразу же говорят, что нам нужно идти в кузницу. Ё-моё. А тут-то убийца поорудовал ещё сильнее. Посмотрите-ка на это. Так, ладно, не время разглагольствовать. Мне нужно в кузницу. И вот она, отлично. Вот она, кузница. Я так понимаю, тут единственное вообще стоит. Давайте спросим тут. Вот, кузница. Надо разунать у местных жителей, где он живёт. Кузница, заходим. Компот, здравствуйте, рад вас видеть. Я вас тоже рад. Здравствуйте. Здравствуйте, меня прислали к вам дозорный. Прислал он меня к вам. Расскажите что-нибудь об убийстве. Что вы знаете? А? М-м-м-м-м. Ясно. В ваших словах, видимо, он нам что-то там рассказал. По звуковым волнам, по телекинезам. Ясно. В ваших словах есть несвязанность и волнение. Возьму на заметку. Дальше найду дом Жузеппе. Что? Жузеппе. И спрашивайте у него. Найдите дом Жузеппе. Жузеппе, Жузеппе, Жузеппе. Хорошо. Ух ты. А вот железный меч мне понадобится. Я возьму вас. Это для следствия. Не обращайте внимания. Так, нам нужен дом Жузеппе. Дом 7. Поехали. Так, нет. Нам, наверное, нужен дом Жузеппе. Дом Жузеппе, дом Жузеппе, дом Жузеппе. Так, церковь Святой Марии. Нет, нам нужен дом Жузеппе. Он вообще помечен как-то или как? Я не понимаю этого. Дом 9. Ага. Так, вы кто? Ух ты. Тут уже там что-то вопросы какие-то странные. Опа. Опа-опа-опа. Тут я что-то нашел. Так, мы сюда обязательно вернемся. Интересненько. Жузеппе, Жузеппе, вы где? Жузеппе, извиняюсь. Странно, Жузеппе, он что, скрывается? Ему есть что скрывать? Он подозрительный. Ух ты, а тут какой-то секретный дом. Так, это чей дом? Вот и его дом. Говнюк. Ух ты, ничего себе, как мы грубо с ним. Откуда у него так много денег? Он определенно замешан по горло в этом деле. Окей, хорошо. В сундуке пусто. Видимо, у него реально много денег. Он строил себе двухэтажный дом. С розовой кроватью. Серьезно. Пачкастеньками. Вау. Заберу себе для следствия. Так, запись. И куча пластинок. Так, что за запись? Привет, ты добрался до истины, но ты не доберешься до меня. Черт! Черт, я так и знал! Я знал, что он преступник! Мне нужно до него срочно добраться! Где этот Жузеппе? Где? Говорите. Показывайте мне его. Я его уничтожу. Я его ссатую просто с лица земли. Где он? Где? Говори. Говорите. Где? Где? Я разберусь с ним. Я его уничтожу. Я его покромсаю просто. Я его разрежу на кусочки. Так, где? Где? Говори. Где? Говори. Где? Где? Может быть, спросите у того человека, который сидит на вышке? Все-таки он как-никак, наверное, все знает. Он же следит за этой деревней. Так, поднимаемся. Поднимайся, поднимайся. И уходи, это частная собственность. Извиняюсь. Вы сильный. Я не хочу с вами спорить. Мне страшно. Вы очень сильный, я бы даже так сказал. Так, так, так. Где же этот чертов убийца? Хорошо. А? Вы кто? Опа, что, испугался меня? Показываю удостоверение. Вот мое удостоверение. Вот мой билет на электричку, четвертое место. Насколько я знаю, вы выдаёте зарплату работникам. Так, вот сколько получает Марвин ежемесячно. Мне вот это вот интересно очень. Сколько ты зарабатываешь? Так. Смотрит срывавочник. Его зарплата составляет тысячу долларов в месяц. Нифига себе. Богатенький. Стоп. Если он богатенький, возможно, это его деньги. Его дом. И он убийца. Так, хорошо. Зайдём. Спасибо. Возможно, вы дали мне нитку, которая приведёт меня до истины. Дальше идите в церковь Святой Марии и поговорите со священником. Хорошо. Поговорю. Без проблем. Где тут церковь Святой Марии? Я её видел. Нужно туда зайти и поговорить со священником. Уж с ним-то я точно дойду до сути дела и со всем разберусь. Так. Церковь Святой Марии. Здравствуйте, Святая Мария. Так. Угу. Здравствуйте, родной. Что-то забыли. И да, я знаю, где живёт Марвин. По-моему, где-то среди деревни. Но о Марвине он покупал на днях дорогое стекло. Зачем ему стекло? Опа, 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 опа. Найдите дом Большого Кевина. Спасибо большое, Святая Мария. Вы мне помогли. Вы мне помогли. Так. Теперь нужно искать дом Большого Кевина. А вообще поймаю ли я с преступника? Вообще расследую ли я это преступление? Вот это вот я даже не узнаю. Вот это вот даже фиг его знает. Нужно долго думать. Долго разбираться. Ха-ха-ха. Он никогда не догадается, что я убийца. Да-да-да. Всё, отлично. Прячься улики. Вы это слышали? Это отсюда были звуки. Это были звуки отсюда. Там убийца. Там настоящий убийца. Так, забегаем. Эй, а ну, я знаю, что ты убийца. Говори. Я крутой детектив. Я расследовал это преступление. Я знаю, что ты убийца. Говори мне. Я тебя сейчас на чистую воду выведу. Да у тебя никаких доказательств у меня нету. У меня есть одно доказательство. Это мой меч. Получай, получай, получай. Тупой убийца. Фиг тебе. А не убивать. Хух. Всё, прибили вроде этого убийцу. Я думаю, зачем ему столько мечей? Зачем ему столько еды, седло, чтобы куда-то свалить? Ух, я всё понял. Ух, я всё понял. Всё с ним понятно. Ах, дело раскрыто. Можно отдыхать спокойно, расслабляться. Мы разобрались в этом деле. Вызывайте праздники, корпоративы. Детектив Компот проведёт всё. Нужно возвращаться побыстрее в участок и рассказать всем, какой я крутой детектив, какие крутые мои подписчики, чтобы мне помогли. Ребята, вы тоже крутые детективы. На, нате, возьмите. Оденьте эти очки. Оденьте эти очки. Вот, вот, ё-моё. Блин. Я не знаю, как вам выходить. Короче, ладно, неважно. В любом случае, спасибо большое, ребят, за помощь. Вы мне помогли сегодня поймать этого преступника. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если хотите больше подобных видео с прохождением карт. Пока. Пока. zaman. START Enjoy.